Я вас приветствую, мои дорогие Девы! Сегодня мы с вами посмотрим, давайте посмотрим, что же нас ожидает в апреле, апреле месяце 2021 года. По мнению карт Таро, прогноз для Дев. Давайте сделаем такой прогноз. Я по асценденту Дева, поэтому мне тоже будет интересно, что же в апреле нас ожидает. Итак, мои хорошие, мы, как всегда, смотрим на Вечеверса. Ну, не всегда, но часто мы смотрим на Вечеверса. Вытаскиваем три карты по декадам, три декады месяца. И в конце мы с вами посмотрим вот на такой прекрасной колоде. Это колода 78 дверей. Мы посмотрим одной картой настроение месяца для знака Дева. Итак, три карты. При необходимости будем еще дополнять картами каждую из них уже по ходу чтения ситуации. Поехали! Три карты Девы. Так, первая карта, вторая карта, ух ты, и третья карта. Ну, мои хорошие, кстати, очень у многих знаков так получается, что первая декада апреля, она какая-то немножко упадническая в настроениях, в состояниях, какая-то апатия будет присутствовать. Середина месяца у нас ознаменуется какими-то воспоминаниями, встречами и так далее. И конец апреля, конечно же, мы будем в центре внимания, вы, мои дорогие Девы. Ну, об этом давайте поподробнее. Итак, первая карта. Первая карта вот такая интересная. У нас четверка кубков. Четверка кубков. Это апатия. Это такое, знаете, состояние, когда вам ничего не хочется, когда вам будут поступать предложения, а вы, ну, не будете торопиться их рассматривать, что ли. Вот какое-то такое состояние. Но, вы знаете, есть в этом позитивная сторона. Сейчас поясню, в чем. Когда человек принимает такое состояние, ну, вот даже если так рассудить, когда он принимает, когда он может позволить себе апатию. Когда у него в жизни все хорошо, когда ему есть где спать, есть что есть, и, в общем-то, он может сидеть и, в общем-то, созерцать и думать о бытие жизни, да, в таком вот настроении, не очень пасмурном настроении, образно говоря. Вот, потому что если у нас в жизни что-то плохо, это заставляет нас подняться, пойти, делать, действовать и так далее. То есть, вот при всем том, что это такая карта не очень позитивная, вернее, не позитивная, все-таки мы находим в этом состоянии то, что, значит, мы можем себе позволить так сидеть и немножко депрессировать, или как, ну, немножко вот так хандрить, образно говоря. Давайте мы к этой карте еще вытащим две, посмотрим, что там у нас. Замечательно, замечательно. И хочу сказать, что первая декада, конечно же, при всем том, что будет какая-то некая апатия, все-таки сподвигнет вас на какие-то начинания. Начинания будут замечательными, вы знаете, возможно, это начинание в заработке денег, как бизнесмен, может, вложите деньги, может, вы уже будете видеть, как их получить эти деньги. Но в любом случае, это такое грандиозное начало. Циферка 1 как раз-таки может нам говорить о первой декаде месяца. Ну, может говорить, да. Но обратите внимание все равно на цифру 1, потому что она может какую-то роль сыграть, да, в первой декаде для вас, в каких-то ваших делах, продвижениях, начинаниях. Я хочу сказать, что эти начинания вам будут очень нравиться, вы будете за них переживать, потому что у нас здесь туз кубков, насколько вы видите. Кубки – это у нас чувства, это то, что мы чувствуем, то, что мы испытываем, какие, в общем-то, эмоции. Вот, ну, и поскольку у нас здесь семерка Пентакли, это карта бизнесмена, семерка Пентакли, эта карта как раз-таки говорит о том, что что-то мы взращиваем, посадили и ждем плодов, либо мы их уже получаем. Но поскольку здесь начало, скорее всего, это будет начало, какое-то начало. Не упустите это время, мои хорошие, выходите из этого состояния и начинайте действовать. И, в общем-то, первая декада, мои хорошие девы, вообще у нас как-то обозначается каким-то началом в денежных проектах. Вторая декада у нас вот такая замечательная карта, шестерка кубков и опять кубки. Это чувства. Кубки – это когда мы встречаем друзей детства, когда мы вспоминаем детство, есть нам с кем вспомнить, да. Это карта, когда для более взрослого поколения нашего, мои дорогие девочки, девушки, женщины, более взрослого возраста, это говорит о том, что к нам могут приехать дети в гости, могут внуков привезти или приехать внуки. Вот, когда вот такая ностальгия, когда вы возвращаетесь в прошлое, да, когда какие-то события нас возвращают в хорошее такое воспоминание. Вот основная мысль такова этой карты, вот. Но также это может означать, что все хорошо. Кстати, кубки, шестерка – это, конечно, нам может говорить о том, что все замечательно, все хорошо, и вы будете, может быть, вы даже встретите бывшую возлюбленную, бывшего возлюбленного. Вот так это может складываться. Но карта очень такая позитивная и очень хорошие воспоминания. Возможно, вы знаете, они вас натолкнут как раз-таки на какие-то размышления, либо на какое-то действие даже. Давайте мы вытащим еще две карты, посмотрим, посмотрим более подробно. Вы знаете, я хочу сказать, вот, конечно, у нас не индивидуальный расклад, но, тем не менее, вот эта карта шестерка кубков, она нам все-таки говорит, что воспоминания у вас, возможно, будут, как сказать, вы будете расстраиваться, сокрушаться, такое состояние о прошлом, вот. Но чем хорошо это все нам говорит об этом как раз-таки старший аркан мир, то, что это состояние плохое, оно у вас закончится. То есть это какая-то ситуация, которая придет к своему логическому завершению, которая закончится, и вы не будете больше испытывать вот этого какого-то потрясения такого, потому что у нас здесь выпало десятка мечей. Десятка мечей – это такое состояние болезни, это состояние, когда нас убивает информация, когда нас убивают наши собственные мысли, потому что мечи – это наш ум, это то, что мы слышим, то, что мы читаем, это какие-то документы, это какая-то информация, да. И вот я хочу сказать, что по вот этой карте мир закончится у вас какой-то период неблагоприятный для вас, период, когда вы сами себя пугали тем, что у вас ничего не получается, либо ничего не получится, период, когда вы, может быть, переживали о каких-то прошлых моментах, вот все это в голове держали, и придет этому конец. Это очень хорошая новость, потому что я хочу сказать, что все мы люди, и, конечно же, мы все можем переживать о каких-то прошлых моментах, что мы неправильно поступили, что мы неправильно приняли решение, что кто-то говорит как-то плохо, либо какая-то ситуация повернулась не так, как нам нужно, не так, как хотелось бы. Так вот, мои хорошие, вот по этой карте, это старший аркан мир, повторю, эта ситуация завершается, потому что мир у нас – это завершает цикл какой-то, да. Ну, кстати, вот эта карта может мир также, она у нас вообще многоговорящая, и, как вы уже заметили, кто смотрит уже не первый год канал мой, что, конечно же, одна карта может означать очень много ситуаций, в зависимости от того, с какими картами она соседствует и так далее. Вот, так вот она может говорить о том, что, возможно, вы примете решение путешествия, то есть весь мир перед вами, знаете, когда мы решаем куда-то поехать, когда мы решаем открыть бизнес за границей, да, то есть вот какие-то такие, когда горизонты открываются. Вот эта карта мир как раз-таки говорит, она, кстати, это карта стюардесс, лётчиков, люди, которые, ну, понимаем мы, да, что за одни сутки могут пересекать несколько границ и так далее. Мир.